Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Это было воскресенье, а вот события дня эти рассматриваем на следующий день, ну что, воскресный день, с утром моления, батюшки не было, он в Потеряевке, он через одно воскресенье приезжает сюда, собрание было, много говорили о болящей Анастасии Дробот, врачи не хотят ее лечить, посмотрели там внутри, там все было. Ну и вот поставили за ночь, для нас цифра маленькая, посмотрели, люди сочувствуют, больше тысячи человек уже зашло. Галина Влеська, Христос воскрес! Мир всем! Вот такая моя неделя о расслабленном. Мама с дыркой в тонком кишечнике прооперирована сегодня рано утром, в крайне тяжелом состоянии, лежит в реанимации, вся укутана в проводки умной медтехники. Мое человеческое состояние близко к Голговскому, тяжко, молюсь. Откуда у моей мамы дырка в тонком кишечнике? Что и кого мы едим-то? Огромные супермаркеты с едой до потолка и дырки в наших внутренностях. Иркутянка Баба Валя надрывается с экрана. Святая Русь, опомнись, что вы делаете, люди, опомнитесь! Игнатий Тихонович Лапкин про платочки постоянно напоминает. А почему? Опомнимся ли, стирая мамочкину одежду, что забрала сейчас в больнице, нахожу в каждом кармане платочек носовой, Господи помилуй! Вот такая мелочь, а какая она важная для здоровья-то! Даже у моей мамы дырка в кишечнике. Она вела суперздоровый образ жизни, заботясь и о душе, и о теле. С человековредительские подмены прорастают в наше сознание. Еще немного и свеклу будут показывать в музее. Как же это все мне преодолеть? Расставание – это маленькая смерть. Расставание – путь домой, где мы вновь встретимся с тобой. Все Божьим планом к нашему человеческому концу. И приближается нами самими же. Просто удивительно и жалко становятся враги и изверки рода человеческого, помышляющие о земном, душу отнять немогущие. Нахожусь не в себе, Игнатий Тихонович. Моя мамочка и в проводках. Разговор конкретно с вечностью, с константой, с живым Богом. А человеческое рядом, мама. Да будет воля Твоя, Бог и Господь мой, аллилуйя. Утешьте меня словом ради Христа. Игла. Вторая книга «Сарс» 12.18 и далее. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись занести ему, что умер младенец. Ибо говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего. Как же мы скажем ему, умерло дитя? Он сделает что не худое. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой, и понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих, умерло дитя? И сказали, умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его, что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб. И сказал Давид, да коли дитя было живо, я постился и плакал, и подумал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. Серахов, 38, 16. Сын мой, над умершим пролезь слезы, и, как бы подвергшись жестокому несчастью, начни плачь. Прилично облеки тело его и не пренебреги погребением его. Горький да будет плач и рыдание теплое, и продолжи сетование о нем по достоинству его день или два для избежания осуждения. И тогда утешься от печали, ибо от печали бывает смерть, и печаль сердечная истощит силу. С несчастьем пребывает и печаль, и жизнь нищего тяжела для сердца. Не предавай сердце твоего печали, отдаляй ее от себя, вспоминая о конце. Не забывай о всем, ибо нет возвращения, и ему ты не принесешь пользы, а себе повредишь. Вспоминая приговори надо мною, потому что он также над тобою, мне вчера, тебе сегодня. С упокоением умершего успокой память о нем, и утешься о нем по исходе души его. Смерть благо для человека, святой Иоанн Златоус. Бессмертен только дух, подобие Творца, Ничем и никогда насытиться не в силах. Ученость, власть, все ссор, томление, суета, Во всем везде всегда провидится могила. Сосед буянил, бил свою жену и мебель, И клином в вепре резал таранье эту жизнь. Веревкой себя по шее вдруг отметил. Как хорошо, что смерть косой своей визжит. Там маразматик всех и все давно подмял, Страну окопами и проволокой опутал. Что можно рвать урвал, припрятал, как хомяк, В несытости глотал рыбешку, как акула. Но есть конец, и на него процесс. Умолк хвалебный гимн и надписи на рельсах. В смертельном шоке клан с лица стирает спесь. Движение косу издуло эту плесень. Как хорошо, что есть еще на свете смерть. Злодей, злодей, все и злодейские бесстрашно. Но снова жезло взмах и камерная дверь прервет кабаней бег. Здесь смерть его уважит. Преступник каждый день свой опыт умудряет. Украсть, убить, насиловать и всюду умно лгать. Все ближе место свалки для мусора и дряни. Для всех не человек, а так, ползучий гад. За взяткой взятку брал скуластый прокурор. Невинных обрекал к мучительным мытарствам. Но снова смерть и жест. И выстрелом в упор лишился жизни сей и будущего царства. Как хорошо, что смерть никак не обойти. Без карточки визитной стучится вдруг инфаркт. Преступный синдикат ждет главного. В пути тромбоз вонзает меч, а труп еще не стар. Вот мученик повис на дыбе над огнем. Насажен накол, напротив страждет брат. Как сладко, что есть смерть, надолго мы уснем. Нашедший слов наклад, я буду смерти рад. Вот тот пролежник уже, он сорок лет подряд страдает не ропща, а алмазный дух его. Давно он безродни. О, как он смерти рад! Он смерти ждет, к Христу тогда взойдет легко. Светлеете всегда о смерти пели гимны. Придет и разрешит от тела и томления. О, только бы Христос принял и не покинул, и бодрственным нашел не в неге и без лени. Как ждали все в пустыне, кем вздыхая. Последний вздох и все. Преград для духа нет. Богатство, славу, честь все заменили раем, познав неизрещенный иной фаворский свет. Мы каждый день в постель ложимся и считаем. Неужто этот одр могилы для меня? Быть может, поутру мы никогда не встанем, и нижнее белье не сможем поменять. А в чем застанет смерть, посланница от Бога? В чем душу исхитить стучится? О, тогда по этим вот часам судить нас будут строго. Невыразимый ужас и бедам всем беда. Однажды я рожден и знаю, не бессмертен. Как колосок на поле похитит смерть меня. Прости меня, Отец, открой мне двери рая. Спаси от вечных мук от адского огня. Я верю, что Христос простил мои ошибки. И все, где я грешил, умышленно и тяжко. Омой в своей крови. Услышь мои молитвы. Пусть землю до суда прощенным тело ляжет. 4 апреля 1986 года. Тюрьма. Барнаул. И вот на это письмо и на местописание Галина Влеська. Благодарю. Взбодрилась. Аминь. Вчера мне одна душа пишет. Игнатий Тихонович, а кто Настю будет к себе забирать-то? Если что, у меня есть хорошее кресло-туалет. Прямо трон. Если надо, могу одолжить, так сказать. Меня с папой и мамой очень выручил. Это самая удачная покупка в моей жизни. Сергей Игнатов. Спаси, Христос, всех участников нашего сообщества, нашего руководителя Сергея Пупкова и нашего наставника-учителя и духовного отца, родившего во Христе множеством людей своим. Словом Божиим. Аминь. Наталья Усатая. Слава Иисусу Христу. Сергей Перепелкин. Игнатий Тихонович, помогите найти ответ во свете Библии. Вчера прислали уведомление из администрации города о включении в список кандидатов в присяжные заседатели на 2018-2022 годы. Предупреждают, что отказаться без уважительной причины нельзя. Никогда не имел дела с судами. Но если рассматривать суд земной как образ Суда Небесного, то, вероятно, можно извлечь пользу от таких испытаний. Ответ я должен дать в течение двух недель. Но я ему отвечаю. Сирахов, 39-38. И однако же они в собрание не приглашаются, на судейском седалище не сидят и не рассуждают о судебных постановлениях, не произносят оправдания, осуждения и не занимаются притчами. Это говорится о кузнецах, о плотниках, о строительных других нужных людей. Без них город не застроится. Но туда они не приглашаются. Я спрашиваю, сколько будут платить, и сколько времени это будет отнимать в день, и сколько дней в месяц? Псалом 2.10. Итак, вы разумеетесь, цари. Научитесь, судей земли. Псалом 57.2. Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? Сафония 3.3. Князь дьявола посреди него, рыкающие львы. Судьи его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Филипп. Из другой страны. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Вы, вероятно, эту работу читали, но вдруг забыли. И, по-моему, она консорирует с тем, о чем вы кричите. Так или иначе, могли бы еще этого уважаемого человека вспоминать в своих блогах. Ну и дальше показывают, какое это Серафима Роузе, говорится. Я отвечаю. Ага, это другое совсем. Но про Серафима Роуза хорошая статья, а как в миру, что делается. Ну и надо просто открыть. Я читать не буду, это 32 страницы. Вот как сегодня быть православным. Вот где написано. Романах Роуз. Я просто буду проводить по страничке. А вы тормозите и считайте. Вот здесь. Вот, вот. Вот. Вот здесь. Вот здесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это долго, очевидно, так. Ну, просто посмотрите. Я более быстрым сейчас стемпи буду проталкивать, чтобы посмотрели. Хорошая статья. Тормозните и сразу начинайте смотреть. Считать много, но материал настолько хороший, что решился показать здесь сегодня. Не знаю, все промотаю или нет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...